Ребята, всем привет! Вот сколько по трассе езжу, и вот рядом со мной населенный пункт Знаменка, я ни разу в нем не был. Вот, собственно, сейчас сюда и заеду. Проехаться, хоть его заснять, посмотреть, что из себя представляет. Потому что вот реально, ребята, ну вот сколько ездим, ни разу сюда не заезжал. Но ведь и заезд-то сюда достаточно большой. Мотыль, смотрю, Мормуш продает. Вот. Дорога, правда, что-то тут как-то плохо почищена. Погода сегодня солнечная, прям классно. Магазин рыбалки, продукты. А, здесь, в общем-то, есть вода. Поехали налево. Ой, тут что-то как-то узко, как-то разъезжаться. Ну, как-нибудь разъедемся. Здесь есть, собственно, водоем. Озеро называется Карагуз. Видимо, на нем рыбачат, раз тут магазин для рыбаков есть. Знаете, столбик такой поваленный. О, что себе тут. Еще раз и разветвление. В общем, всем и знаменки привет. Это Челябинская область еще. Сырловскую область, где я не заехал. Тут что-то огорожено. Только непонятно что. Либо это брошено. Ну, брошено, походу, было бы. Вот куда-ем никак не могу найти. Заезд, хотя он их сниму сейчас достаточно большой. Везде все огорожено. Либо просто я не местный, не знаю в заездах. Вот снова, видите, да? Тропинка есть. Заезда нет. Так, а здесь еще здесь тупик или поворот. Здесь уже дам участок на берегу озера. Вот видите, продают участок, ребят. Смотрите, какой участок-то хороший. С домиком, я так понимаю. Хотели бы на берегу озера жить? Так, тут что-то какой-то самодельный шлагбаум. А, вот заезд был, да? Его перегородили. Вот на самом деле странно. Вроде у нас на берегах же. Берега ограничивать запрещено. Ограничивать доступ к нему или нет? Ну, вроде да. Тут вот прям совсем близко, да, к озеру мы? Проезжаем. Слушайте, населенный пункт достаточно вытянутый. Мне казалось, он вообще маленький. Но нет. Смотрите, домик разрушенный, старый. Вот так вот водоем выглядит в данный момент времени, тут зимний. Но он достаточно большой, на самом деле. Кто, ребят, в курсе, может, у местной рыбаки, какая рыба тут водится? И много ли ее тут? Что-то странно, дорога почищена, как будто на эти трактора занесло здесь. Хотя нет, нормально. Кирпичный домик. Слушайте, ну нет конца и края. Так, а это что такое? Смотрите, что за радар? Что-то круглое наверху. Интересно. Что это такое? Обсерватория какая-то, что ли? За космосом наблюдают? Чего себе. Итак, знаменка. Деревня в Каслинском районе Челябинской области России входит в состав Григорьевского сельского поселения. Значит, основан населенный пункт 1753 года. Году, представляете, да? Насколько он взрослый, это населенный пункт. Значит, население на 2010 год 76 человек. Сейчас вот в современное время, к сожалению, информации я не нашел. Ничего такого не указано. И, представляете, у этого населенного пункта есть даже своя история. Ты что за волкодав такой? Белый он стоит, интересный. Собакин, ты что? Красивый ты такой, а? Прикольный. Пуховик ходячий. Так. Значит, согласно картам Десетской провинции выпуска 1742 года на месте современной деревни располагалось башкирское поселение. Деревня Знаменская была основана 1753 году. Клеопиным. На приобретенных у башкир землях. В 1763 году деревня переходит во владение Клеопину. В 1784 году имение, включавшее в себя знаменку, было продано владельцу каштымских заводов Демидову, НН. А позднее стало собственностью заводчика Расторгуева. Ничего себе. Основными занятиями населения деревни были земледенье и выжигание древесного угля, а также рыбалка. В конце 20-х годов, 20-го века, в знаменке был организован колхоз Заветы Ильича, который с 1960 года был включен в состав Тюбукского совхоза. А 1972 года входил в состав Булзинского совхоза. Вот такие пироги, ребят. На этом как бы все. В плане истории. Блин, Субакен его тихо-тихо-тихо-тихо-тихо под колесики. Не кидаемся. Не кидаемся. Вот это все, что я нашел про этот населенный пункт. Меня просто удивляет. Смотрите, сколько тут столбов электрических, да, стоит. И она туда продолжается. То есть такое ощущение, что населенный пункт-то застраивается. Все, и застраивается. Я думал, что сейчас будет где-то дорога сворачивать направо, да, и воссоединиться. Стой, если она там есть. Но что-то как-то я еду дальше. Дорога тут уже чуть-чуть заметенная. И никак нет поворота. И, возможно, его и не будет встать. Поэтому он может не развернуться. Где вот только это сделать. Ну, в общем, видите, да, здесь участки. Здесь участки, на которых строятся люди. Надо, чтобы сейчас не застрять. Мне очень бы хотелось. Лопата, конечно, есть, но я один. Так, ладно. Надо в колею ехать. И сдавать назад. Вроде снежок небольшой, но вот в нем увезаешь-то хорошо. А, сейчас в колею ехали. Ладно, надо развернуться и сидим сейчас в оставшуюся часть. Собственно, развернуться-то еще негде. К участкам нету. Подъезда. Видимо, сейчас там никто не участвует в их жизни. Так, развернулся. Нашел тут свороточку на соседнюю улицу, на которую я хотел попасть. Поехали. Ну, я отмечу, что здесь, кстати, много домиков богатых. Таких прям крупных, больших. Вот видите, вот какой-то участок, например, огорожен. Вот кто у нас тут бегает. Ну-ка, брызь, 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 дороги. Такие прикольные. Чик-чик-чик-чик-чик. Классные. Смешные. Так, что здесь мы имеем? Здесь улица так же продолжается. Ну, кстати, можно проехать, потому что здесь дорога более-менее почищена. В отличие от той. Давайте проедем до конца. Я не знаю, конечно, вам интересно, не интересно. Ну, вот, мне лично интересно новые населенные пункты посмотреть, заехать, как тут вообще люди живут. В принципе, это все видно по состоянию их дома, да, на их домах. Кто-то живет отлично, кто-то живет в грусти и печали, как говорится. Кстати, ни одного жителя я не встретил, пока ехал, да? Ни одного человека на боте не попалось. У нас, смотрите, елочка на обочине, наряженная. Даже две. Отхозяева подразились, молодцы. А здесь что такое? Так, стоянка какая-то, что ли? Понятно. Баларек. Там баррек стоит стеклянный. Интересно. Лето может чем-то торгуют. Ну и, собственно, все, приехали на край населенного пункта. Я думаю, тут, наверное, сейчас дорога закончится где-то. И мы поедем обратно. Ну да, все, тут ее дальше уже, видите, не чистят. Хотя столбы дальше продолжаются. Но я так понимаю, это сделано перспективу, да, расширения того, что здесь строятся все новые и новые участки. Ну, значит, что скажу, жизнь тут есть. Видите, это населенный пункт, он, считайте, от Снежинска очень рядом. В Снежинске, в принципе, нормальные зарплаты у ученых, у военных. То есть они могут забраться здесь в свои участки покупать себе, да. Здесь проживать. Также тут из крупных городов, что тут, ну, до Екатеринбурга тут километров 80 всего. Тоже недалеко. До Челябинска 130. Еду обратно, обратил внимание, что там еще одна улица сформировалась полностью из новых домов. На новых участках. Вот это, кстати, улица Ленина, по которой я сейчас еду. А вот справа ехал до этого, когда туда ехал, да, это была улица Советская. Машина, что-то так жарко стало, что пришлось окошко приоткрыть. Ну, кстати, магазин рыбалки что-то так не встретил, где он тут, на самом деле монумент, памятник. Ну, к озеру тут можно летом подъехать, приехать. Летом, наверное, интереснее все это будет. Смотрите, какой домик строится. Какие окна, да, здоровенные. Классно. Это что-то новенькое, прям интересненькое. Тут вот разруха. А, вот, наверное, магазин. Тут, кстати, поворот, вот видите, на ту улицу. Да. Визит. Магазин визит Ленина. Два продукта, я так понимаю. Такая ручка самодельная. Так, ну все, начну на выезд. Едем. Интересный домик, смотрите. Обшит. А, ну это просто как ДСП что-ли? ДСПшка, вот сгорел домик. Ну вот, собственно, едем на выезд. В Знаменке всем огромный привет. Ну а зрителям всем, всем пока-пока. До встречи. Ну, это я ехал из города в сторону Екатеринбурга. Соответственно, блин, увидел опять Знаменка, да? А не был же ни разу, хотя рядом. Вот решил заехать за ним заснять. Может кто-то так же проезжал и вот смотрел, что же здесь в Знаменке, что она себе представляет. Ну вот, может посмотреть ролики, не заезжать. Все, всем удачи, пока. А вот, наверное, этот магазин-то и есть все это продает. Там же написано Мурмошу и так далее.